Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Какое положение? Ему нельзя терпеть ни в каком положении. Он не знает наших законов, наших потребностей. Он чужой. Он часто говорит правду. Да кто ему дал право проповедовать? Ну согласитесь, мама, что гостиная это не аудитория, не технологический институт. Линзик, ты с ним очень безжалостная. О, мама, ну какое же есть терпение его слушать. Какие-то экономические законы выдумал. Кому они нужны? Хм, для нас с вами одни только законы и есть. Законы света и приличий. Вот если все носят такое платье. Так я хоть умри, а надевай. И здесь некогда думать о законах. А надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший. А мне кажется, он просто оригинальничает. Так многие поступают. Он не очень умен, не образован. А говорить надо что-либо, чтобы быть заметным. Вот он и кажется, и старается быть оригинальным. А думает и поступает. Так же, как и все порядочные люди. Может быть и так, но он надоел до невозможности. Он человек в состоянии. Таким людям надо быть снисходительным. Ведь прощаем же, ну прочь. Половина тех господ, которые ездят к нам. Квастуны лгут ужасно. Знаешь, что ж долгут. Подумаешь. Зато мне весело, а он скушен. Есть еще одна причина быть к нему снисходительным. И я тебе советую. Что за причина? Что такое? Ты благоразумна. Я надеюсь, у тебя достанет присутствие духа выслушать меня храбнокровно. Что такое? Что такое? Я... Я получила письмо от отца из деревни. Он что? Борен? Нет. Умирает? Нет. Ну тогда что же? Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться. Каким образом? Я ничего не понимаю. Я писала к мужу в деревне. Что бы он нам выслал денег, мы много должны. И на нынешний сезон нам нужна значительная сумма. Сегодня я получила ответ. И что же он пишет? Он пишет, что денег у него нет. Что ему самому нужно тысяч тридцать. А иначе продадут имение. А имение это последнее. Очень жаль. Но согласитесь, мама, вы могли мне этого и не говориться. Зачем же мне этого замуж? Ведь вы найдете же средства, как выйти из этого положения. Найдете? Так или иначе, вы должны сделать так, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж. Составить хорошую партию. Ведь вы мать, неужели вы этого не знаете? Вам думать? Вам? Зачем же вы мне говорите то, чего я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Зачем же вы плачете? Вы хотите, чтобы я тоже платила вместе с вами? Ну, зачем же? Ну, как же быть? Ну, зачем вы меня мучаете? Я понимаю. Я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство. Но нет возможности. Чтобы оставаться в Москве, там нужно будет сократить свои средства. Расходы продать серебро, некоторые картины, бриллианты. Нет, нет, невозможно. Что вы? Вся Москва узнает, что вы разорены. К нам будут являться группами-лицами, советами? Нет, нет. Что же нам делать? Что делать? Что делать? Отделывайте заодно квартиру. Покупайте новую карету. Закажите либриллианты. Берите новую мебель. И чем лучше, чем дороже, тем лучше. А где же день? Он за все заплатит. А кто он? Муж его? Муж. А кто твой муж? Где он, муж? Да кто волнил он? Уж не делал я тебе то предложение. Никто и не делал. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не дали. Я сама искала, красавца, в состоянии. А теперь мне нужен только богатый человек. Смотри, не ошибись в своих расчетах. Неужели красота потеряла свою цель? Не беспокойтесь, мама. Красавец мало, а богатым дураком много. Господин Керякин. Проси, проси. Вот вам и первый. Вот кто нас удовлетворит. А если? А если? Ну что ж, вы говорили, что у Василькова большое состояние. Он... У него золотые приски. Он глуп. Золото наше. Я лучше теперь пошлю. Надо ему прикатурить. Как вы прогонны. Как вы меня балуете. Разве это был образ для Вас? Я уж так устраиваю для услуг. Вы чего же меня всегда балуют? Тогда же я Вам не угождал. Это мое призвание. Значит, развлечение от стуги. Ну и постоянное угождение. Кружит мне в голову. Я же и виноват. Это и не совсем и виноват. И виноват. И виноват большая. Смотря от того, и искренне Ваши поступки. Или нет? Ну, конечно, и искренне. Мы ведь постоянные угождения. Постоянные вещи. Это своего рода удочки, на которые Вы на словах. Вы заставляете предполагать Вас в такой приятном, чтобы с ними нельзя оставаться равнодушными. Я, Вы лучше. Вы никакой образом не должны оставаться равнодушными. Даже и Ваши чувства проснуться. Прекрасно, Вы говорите, когда у Вас всякое чувство уже давно сделалось только право. У Вас столько практики по такой части, что Вы владеете собой в любом положении. А Вы представьте молодую девушку, у которой чувство проснется впервые. Ее положение трудно и опасно. Ну, никогда девушкой не было, не могу знать. Если раз обнаружишь свое чувство, то будешь или игрушкой в глазах мужчин, или будешь смешна. И то, и другое нехорошо? Нет, нехорошо. Так зачем же? Зачем Вы напрасно кружите не в голову? Зачем Вы говорите то, что не чувствуете? Зачем Вы любезничаете со мной, если я Вам не нравлюсь? Помилуйте! Я говорю то, что чувствую. Неужели? Даже меньше говорю, чем чувствую. Зачем же? Ну, разве? Если позволите. Я прошу Вас. Я не верю своим ушам. Я во сне. Какой счастливый день! Какое на ищи число! Отчего счастливый день? Да я мог бы ждать. Как-то Вы так со мной разговариваете. Спустились с небес на землю. Как Диана. С колчаном запечальни, с луной в прическе. Презирающие мужчины. И вот Вы стали сердечные, простые, пейзанка, танцующие на балетах. Разве для Вас это счастье? Ну, я же не каменные гости, не медные всадьи. Как легко Вас осчастливить. Я очень рада, что могу Вас осчастливить. Вы ли? Вы ли это, Лидия Юрьевна? Что Вас удивляет? Разве Вы не стоите счастья? Не стою. Да я сейчас наделаю глупостей. Наделайте. Я сзади с ума. Сойдите. Или Вы слушаете, или... Договаривайте. Или Вы меня любите. Какое несчастье посреднее справедливо. Ну, какое же это несчастье? Это счастье. Какое блаженство. Джин, ты мой? Да, да, раб. Нет, рабесинец. Но долгий. На век. На всю жизнь. Ох, как я счастлива. А я-то как счастлив. Ох, какое блаженство. Ох, какое блаженство. Мама! Как мама? Где мама? Зачем нам мама? Я знаю, Джин. Не надо. Ну, я так счастлива. Моя душа так полна, что мне хочется поделиться с нею моей радостью. Ну, зачем же с ней делиться? Нам больше достанется. Да-да, Джин. Радости не надо делиться. Ее так мало. Но мы же должны будем сказать ей. Да что сказать-то ей? Ну, что мы любим друг друга и желаем навечно быть вместе. Ну, это по всей форме. Законно братом. Ну, я не ожидал. Что я слышу? А что же вы ожидали? Быть вашим слугой, рабом, ну, кем угодно. Но брак – это не мое дело. Да как вы посмелились? Да я не осмеливался. Я только не запрещал вам любить меня. И никому запрещать не буду. Да разве вы стоите моей любви? Ну, конечно, не стою. Ну, разве любят только то, что стоят? Какой бы я был дурак, если бы отказывался от вашей любви и не в моих правилах по способностям оказываться. Чем меньше нравственности в женщине, тем лучше. Вы чудовище! Вы гадки! Справедливо! Вы должны быть благодарны, что я на вас не женился! Вот так вот. Хорошо, что цел остался. А эти игрушки надо бросить. А то так заиграешь и не заметишь, как в мужья попадешь. Недолго до греха. Человек слаб. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ